Первый подход Кристина Аяву, Молдобава, Ищуга Первый подход И Франсу Женкова Довольно легко Да, но Вальн Грест на самом деле Такое еще очень стартовое 67 килограммов Это совсем интереса Большому счету С которым можно бороться Но французская Тяжелая атлетика Она на момент очень любопытна Потому что она носит Такой шальпоклубный характер Есть два очень сильных клуба Во Франции Где занимаются тяжелой атлетикой Там есть С одной стороны фанаты Как бы своего дела Но с другой стороны Это действительно такой клуб С приятельскими отношениями И тренеров И спортсменов Они всегда держатся вместе Они почти никогда в жизни Не смешиваются Даже на чемпионатах Европы И чемпионатах мира С какими-то представителями Других стран У них Это абсолютно компания Компания Которая ездит на разные соревнования Ну получается получается Не получается нет Двигаемся дальше Мне очень нравится Вообще французы Их отношение к тяжелой атлетике Оно особое Они это Именно французы делают В удовольствии Конечно Они считают себя тоже профессионалами Но они это все делают Играючи Действительно Своя компания французская Все в удовольствии Да Но однажды Понимаешь Они все-таки В удовольствие Помнишь же Сделали Венсела Садобая Чемпиона мира Да И так потихоньку Потихоньку Для этого они Его переманили Из Камеруна Для этого Фактически Они видимо По-другому Его готовили И как-то по-другому Они его переманили Из Камеруна Ну да Да То есть У них тоже была Как-то там Своя интрига Но они Видимо были не согласны Находиться всегда На вторых и третьих ролях Знаешь Они хотели там Нечто больше И так У меня очень интересует Эта категория С 7 килограмм Почему? Потому что у меня Племянница Профессионально Занимается Тяжелая атлетика Именно в этой категории Сейчас по-другому Медичный чемпионат мира То есть у тебя есть личный Личный интерес? Да Есть Я хочу посмотреть результаты Здесь еще Видите Эстефани Хуан Из Испании Ее зовут На помост Она 81 года рождения То есть Я не могу сейчас Сходу сосчитать Ей почти уже 30 лет Когда-то И Стефани Хуан Тоже была Одна из Самых молодых Испанских Девочек Которых начали Очень рано Привозить На международные соревнования И кстати В этом задействован Был российский тренер Петр Политаев Который долгое время Работал в Испании И сразу Несколько Испанок Довел до международного уровня Да, он показал Они стали по-другому поднимать штангу Просто Да, но затем Политаев вернулся в Россию С ним Не знаю Не продлили контракты На самом деле Политаев переехал работать В Российскую Федерацию Тяжелой Атлетики Я думаю Даже именно с этим Больше связано Чем с решением Испанцев И как-то так Потихонечку Потихонечку Их результаты Снова начали затухать 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 Да И вот Сейчас они не могут Похвастаться Таким Прогрессом Как несколько лет Тома назад Мелани Бордис Ошибка Видите Во второй попытке На штанге весом 70 килограмм Это француженка Второй подход У нас У нее уже второй Только что был Сейчас у нее будет третий Уже Ее сейчас же Позовут Для третьей попытки Скорее всего Она на этот же вес Пойдет Хотя первый подход Она сделала Очень легко Любопытно происходящее Возвращаясь К Сильвии Ангеловой С болгарки Которая переехала В Азербайджан Кстати я обещаю Вам узнать В ближайшее время Что произошло Я думаю Что это как-то Связано С какими-то Внутри Федерационными Взаимоотношениями Потому что Обычно В федерации Европейские Или международные Не поощряют Знаете Массового перехода Из одной страны В другую И Всем памятная История Переезда Болгар Болгар Времен Еще Десятилетней Давности В Катар Помнишь Когда вся Молодежная Сборная Практически Переехала В Катар Где вообще Не было Тяжелой Атлетики И Они Некоторое время Повыступали Повыступали И даже Одно время Очень успешно Был чемпион мира Был Олимпийский Чемпион Нет Олимпийский Чемпион Не было Из Катара А никто Из них Не выиграл Олимпиаду А известнейший Болгарский Спортсмен Который В Турцию Уехал Нет Ну это Ты понимаешь Это такие Разовые Переезды Переезда Халила Мутлу Или переезда Наима Сулейман Аглу Это Совсем Другая История Здесь же Три Болгарские Девочки И Фактически Один Единственный Молодой Самый перспективный Болгарский Тяжелоатлет В один Прекрасный Момент Переезжает В другую Страну Это ужасная Ситуация Просто когда человек Занимается всю жизнь Любимым делом И ему Все перекрывают Вообще в стране Нет тяжелоатлетики Я даже представить Конечно вариант Нет Я не осуждаю Ни в коем случае Спортсмена Потому что Ей нужно было Реализоваться Наоборот Я считаю Это правильный ход Вот например Сейчас в Азербайджан Переехала Юля Довгаль Из Украины Которая долгое время Выступала И посмотрим Будет ли она Оступать на этом Чемпионате Европы Я думаю Должна выступать Но она в более тяжелой Весовой категории Она по-моему Даже в самой тяжелой Весовой категории В 75 плюс Но Опять же Нельзя Ни в коем случае Там осуждать Или не осуждать Спортсмена Дима Это нормальное Я считаю Я считаю Я считаю У нас очень много Хорошо вес взяла девочка У нас очень много Спортсменов Которые уехали В Казахстан Например Это нормальное явление Понимаешь Не повезут Три Ну две девочки В одной категории Повезут А у нас такие категории Как 69-75 У женщин Категории смертных Когда называют Самые интересные Зрелищные Ну это Так оно и есть Поэтому Девчонки Все на одном уровне На мировом уровне И ищут такой ход Вот за Узбекистан Например Или за Казахстан Она поехала Стоять Она точно там будет Первым номером И попадет на Олимпиаду Мы знаем Прекрасная история С той же Подобедовой Светланы Ведь она же Великолепная Спортсмен Она пахарь Как она тренировалась Мы вместе Наверное последние Спортзалы С ней уходили И опять же Наташа Заболотова Все на равные результаты Абсолютно равные Не очень конечно Наташу обидно Заболот Но они очень Рядышком Вообще результаты Ну на самом деле Посмотрим Я думаю Что Наташа Заболотова Еще свое Последнее слово Не сказала Еще будет Чемпионат мира Впереди Да Играли Соревновались На последнем Чемпионате мира На высочайших Результатах Но Подобедова Была сильнее Тогда И Заболотная Это с одной стороны Признала С другой стороны Наташа Заболотная Не та Что может Кому-то простить Я тоже так думаю Наташа очень характерная Это правильно С точки зрения Спортивного Такого нормального характера Поэтому она и Заболотная Итак И Стефания Хуан Тем временем Был третий подход 73 килограмма Потому что мы Так немножко Не отвлекались С тобой от того Что происходит На помосте 85 85 килограммов Собирается начинать Нур Чан Тайлан С весом 80 килограммов Будет начинать Дженни Пальяра Из Италии Ну и Я думаю Что Еще Нур Дан Каракос Из Турции И Марзена Карпински Вот Еще две спортсменки Которые Попробуют Бороться За серебряные И бронзовые медали С Дженни Пальяра Я думаю Что в лидерстве Нур Чан Тайлан Никто Не Сомневается Хотя У Нур Чан Тайлан Тоже были периоды Когда на двух чемпионатах Однажды на чемпионате мира Однажды на чемпионате Европы Нур Чан Тайлан Получил нулевые оценки Хотя Это было Через год После ее победы На Олимпиаде И казалось бы Нур Чан Тайлан Должна быть Вот как сейчас Лидером безоговорочно Олимпиады Наверное Такой спад И у нас Ну посмотрим Турченко тяжелее Итальянки Это ты говоришь А Нур Чан Тайлан Да Да Но я честно говоря Не верю в то Что Нур Чан Тайлан Будет с Дженни Пальяра Устраивать такую дуэль На помосте Я думаю Что здесь будут Больше показательные Диступления Нур Чан Тайлан Что она может Как говорить И Дженни Пальяра Ну Им сзади осталось Очень недолго И ситуация может Вообще разыграться Только что сказал Про то что Баранка была Понимаешь Может все что угодно Произойти Может Хотя если человек готов Как наш Главный тренер Султна Османчик Каракотов Говорят Чудес не бывает На что готов Ты и показываешь Я думаю Что самая драматичная Баранка Которую мы Вот так вот Видели За последние годы Это баранка Соклонится рука Его на Олимпийских играх Да Когда вдруг С одной стороны И во многом повезло Когда Главная конкурентка Китайцы Не было В этой категории Плюс главная конкурентка Китаянка Переехавшая В Казахстан Отказалась От выступлений Буквально Получив травму За час До соревнований И Царукаева Наверняка Поняла Что Если раньше В тяжелой борьбе Может быть Она Дойдет до медалей То сейчас Вот она Что называется Совсем близко Золотая медаль Судя по результатам Которые будут заверны Молодец Семечка Давай Давай Терпи Молодец Так Народ уже Включился Включился Девчонки Даже поднимают штангу И улыбаются Конечно Она рада Видно Своему Результат Вот Наверное Третий Подход Третий Подход Да Последний Знаешь Вернемся К светиться Рука Тут Такой Спорт Играет Огромную Роль Психология Готовишься Четыре Года Четыре Года К Олимпийским Играм Ради Того Что За Шесть Подходов Можно Скать Шесть Минут Показать Результат Да Ты Понимаешь Вот Я говорю Сейчас Нурчан Таиланд Больше Потому что Она в своей жизни Имела и Нулевые оценки Имела и Очень громкие Красивые победы Имела и Какой угодно Опыт Внутри Федерационной Не то что борьбы Но Очень тяжелого Выбора Когда сразу Большое количество Разных групп Пытаются тобой Манипулировать Потому что Нурчан Таиланд Было Знаменем Фактически Турецкое Тяжелое Атлетское До сих пор Остается Ну для меня Она герой Турции Сборной Я так считаю Лидер Конечно Марзина Карпински Первый подход 77 килограммов Марзина Карпински Была в призах На чемпионатах Европы Предыдущие годы В прошлом году Она была Третьей Сегодня Видите Она начинает 77 килограммов И это По большому счету Уже спор За медали Марзина Карпински Еще одна Турецкая Штангистка Нурдан Каракос Которую я первый раз Увижу сейчас На чемпионатке Европы Она до этого Никогда не выступала Среди взрослых Ну и Дженни Пальяра Вот эта тройка Будет бороться За места Следом за Нурчан Таиланд Я думаю Что именно Такой будет Расклад Но это Наше предположение Может быть Нурчан Таиланд Или кто-то Из этих Выходящих Сейчас на помост Как-то Меня исправит Итак Нурдан Каракос Из Турции Спешил Ну молодец Наверное Уверенно Ей 24 года В принципе Ей не 17-18 Хотя Выступать на чемпионате Европы Вот с таким залом С заполненным Зрителем и залом Я думаю Что для нее Тоже диковенько Даже вспоминая Последний чемпионат мира Который был в Турции Там изменились времена Это не 2001-2003 год Когда на турецкую Тяжелую атлетику Приезжал абсолютно Полный зал Здесь Сейчас В Турции Видимо Ну такой расцвет тяжелый Атлетский интерес Тяжелый атлетский На сегодняшний момент Поэтому для нее Это все Должно быть Так Неожиданно Морзена Морзена Карпинский 79 Видишь Они идут буквально Буквально через 2 килограмма Да 77 Морзена Карпинский Ходила первым подходом 79 идет следом 78 Сходила Турчанка Каракос Первым подходом Турчанка Карпинский Я не застала Времена Когда По килограмму Можно было Прибавлять вес Да Тебе можно было Только по 2,5 Но это уже Давно Пройдено Ну вообще Вот это Новшество Очень-очень Хорошее Ну здесь Гораздо больше Можно придумать Разные тактики Хотя Как показывает практика На этой тактике Часто Просчитываются Чем выигрывают Хотя Это Мне бы хотелось Попробовать Честно Скажу Ну вот смотри Вот сейчас Что будет делать Каракос Она идет на 80 Она По собственному Весу Турчанка Чуть легче Чем Морзена Карпинский Но почему-то Видишь Она все время идет На килограмм больше Хотя Здесь еще есть Третий подход И там может быть Все изменено По идее Если Ну Дан Каракос Заявила бы Сейчас 79 То Она все равно Была бы впереди Над Морзеной Карпинским Ну видишь Она еще прибавляет Килограмм Прибавляет Идет итальянка Сейчас Дженни Пальяра Первая попытка Некогда Чемпионки Европы Среди юниорок В возрасте 16 лет Выступавших И на взрослом Помосте Далее И на взрослом Далее Далее В первую очередь В эллиной Туркете с юниорских начинала о его поспешила ты понимаешь вот она же что же будет откинула штангу технически неправильная работа у него произошла когда она выходила хотел сказать где мне такой я даже вижу кто возьмет ли факты нет видно по внешнему даже виду немножечко она и то ли не доразмялась то линин какая-то неуверенная вышла она наверно на этот же вес сейчас пойдет я так думаю это было бы правильно сорванный первый подход всегда очень чреват тем что потом очень сложно она сейчас не в игре она сейчас пытается справляться своими собственными страстями первый подход он очень не может кстати это сразу же почувствовали наверняка и каракос и карпинский как бы ее главная соперница в данный момент конечно что не понимаю уже каракос 80 килограммов 2 попытка очень уверенно и чтобы пока еще не очень разобрались но второй подход у марзина карпинский на 79 килограммов он на самом деле оказался не удачным и по всей видимости то ли жюри то ли судьи не считали я посмотрел мне показалось что был даже небольшой даже не поняла почему это плод 3 жюри должно быть три белых флажка так называем красный это значит не за счет давно если бы еще другой способ что если даже судьи засчитывают то их мнение может узнать жюри который сидит засудили за не посчитаю что кто-то из арбитра допустил ошибку но я не помню чтобы была такая процедура но эти марзина карпинский после непризнанного подхода на 79 килограммах идет 3 попытки на 80 вот ты говоришь о тактике по идее 78 80 или 81 принципе очень близко сейчас она соперничает с нуждан каракоз из турции ой лишь по-моему она и второй подход также просмотрела я второй подход это маленькая категория они работают на больших весах для них это предельные весны поэтому каждый килограмм но сейчас ей 80 зачем тогда шла на 80 ничего не давала в это преимущество в один килограмм она все равно не смогла обойти турчанка осталось бы на осталось она 79 тактика я в таких случаях все время хочу заглянуть в зал разминочный и посмотреть кто кем командует спортсмен или организаторы сами тренеры кто говорит какой вес лишь я думаю что в этих легких весах там только тренерами тут есть к это особо не вижу они воспринимают как как девочек знаешь поэтому так 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 и так и зачем они послали то дает и килограмм больше если они понимали что обязательно дженни поляр 82 килограмма вот то же самое весь смотри ошибка на 8 ты считая что она там неправильно размялась там сейчас ее вновь отправляет на два килограмма больше они на тот же самый вес точно знаю что мой тренер сергей попов сказал что это очень неправильно то есть сергей попов тренировал дженни поляра нам сейчас шла на 80 она бы подняла 1 8 понятно что стартовые веса особенно для дженни поляра для опытных спортсменов они не могли так прочитаться даже отправлять ее первым подходом на веса которые для нее вот такие вот уже ну совсем плохо она подняла тот предыдущий вес первом подходе поэтому и так тяжело и не качественно и тут можно подумать всякое и так против нее нурдан каракос против дженни поляра из италии видите она идет также на вес 82 килограмма смотрим по собственному весу нурдан каракос чуть легче чем дженни поляра так что если вот этот вес турчанка зафиксирует она протоколе обойдет в итальянку чанка легче наши итальянки до получать вот молодчинка давайте посмотрим на повторе на самом деле вот валь валь объясни пожалуйста повторе вот где абсолютно явная ошибка пусть и два к одному и не считают этот подход даже был виден но иногда я видела такие моменты когда спортсмен подходит и показывает локти да но здесь никто никаких локтей не показывал вот смотри вот повтор да вот сейчас посмотрим вот здесь вот раз сыграл локоть сыграл было сыграл да но не настолько существенно вот сбоку интерес сыграл локоть конечно и даже не один локоть сыграл молодец чуть-чуть не хватило немножечко стартовый валь я понимаю что ты всегда на стороне спортсмена конечно это ситуация труд потому что за считая что те люди которые зажигают красные белые фонари это враги спортсменов в этот момент но в данном случае они правы выполнять свою работу и очень сейчас обидно я представляю посмотрим даже интересно если бы а засчитали этот вес ей это был бы знак всем остальным и так нурчан тайлан олимпийская чемпионка чемпионка мира европы рекордсменка мира вот хотел сказать про технику оригинальная техника для меня но турков она она такая наверное турецкая тяжелопинский не славится конкретно отбила отбила и поймала и чувствуют такой огромный вес зато ощущается что девочка профессионал и работает вообще во всех смыслах профессионал наверное в душе профессионал уже ведет себя я заставлю тебя все-таки расшифровать что означает слово отбила штанга имеет такой вы именно в рывке движения доводишь до подрыва и работаешь вместе ногами и корпусом вверх она довела до подрыва подрыва это середина петель где-то и отбил ее ногами отбила неудачно все это третий подход да это третий третий подход дженни поляра но вот это обычная ситуация на последних крупных турнирах потому что все-таки сказать что дженни поляра выступает хорошо было бы неправдой потому что из трех подходов дженни поляра сработала только на один единственный который сейчас впрочем вывел ее на второе место вот ты понимаешь ты говоришь ей не везет я считаю что тут проявляется немножко нестабильность психологически первый подход никакой второй как дрын да а третий опять же он уже никому не нужно нестабильность она вот волнами наступает ты понимаешь получает что это на самом деле есть мне кажется и некий такой вот тренерский просчет потому что зачем дженни поляра устраивают походы на 82 и 85 плюс эти проблемы с последствий а вы создана выложим или как она выложилась допас больше она уже не может может быть на 83 надо было и не может быть очень какое-то странное решение вот первая турчанка уже первое с турчанкой все понятно штанга должна лететь вот тут отбит это ее техника опять же насколько каждый индивидуально что она и ощущает и правильно поднимает пойдет на третий подход или хватит не пойдет ну что пойдет она приехала соревнования вот как мы прогнозировали идет сама за собой но это же еще и минус другой стороны и вариантов конечно нет у нее нет времени для того чтобы большому счету нормально восстановиться две минуты которые даются для восстановления когда ты выступаешь сама за собой да это на самом деле время как и отказывать с третьего подхода отказа 90 килограммов все это вот этого времени по большому счету не хватает для того чтобы нормально третий себя или хватает она оставила силы сейчас вспомнила чемпионат мира свой когда я тоже во втором упражнении в толчке не пошла на третий подход зачем тратить сейчас она отдохнет и будет дальше борьбы особой такой не было ну да здесь в этой весовой категории наурчан тайланд сильнее всех видите вот но мы сейчас можем посмотреть в разминке учен ты вам такое ощущение что она выяснили вот не на штангу поднимает на чемпионате европы не знаю там элитера в кассе работает она честно порвала свою порцию билет поработала потом снова пришла и потомку не там 40 минут еще есть ты сглаживаешь нашим телезрителям этот этот труд я понимаю я просто понимаю что легче красивее поднимает значит он правильно поднимает чем легче штанга поднимается спортсмены значит правильно тех ну что ж давайте дождемся итоговых результатов давайте посмотрим чем в конечном итоге насколько она у нас уже далеко ушла вот смотри еще раз посмотрите вода еще раз подтверждение твоих слов валь по поводу странной техники наурчан тайланд вперед отбивает это не запрещено же про конечно нет пожалуйста хоть как поднимать хочешь с подрывом хочешь без подрыва вам не чтобы был вес взят зафиксирован чтобы с этого пятачка квадратика никуда не уйти смотри любопытный план да когда точно сверху на самом деле абсолютно идеально по движению выполняет упражнение на урчан тайланд да просто вот кинограмму можно допустим странную до кинограмму ну что ж 90 килограммов на урчан тайланд лидер по итогам хотелось бы пожелать зрителям спортивного зрелища спортсменам больших результатов осудим правдивого судейства мы бы хотели бы пожелать зрителям хорошего выступления для спортсменов для победы и для наших зрителей хорошая позиция с праздником еще раз спасибо всем спасибо ну что ж вот такая церемония открытием было буквально за час до начала вот этих подсоревнований вообще здесь на самом деле приятно потому как пока все то что как здесь организовано вообще сделано это высокий уровень организации чемпионата европы здесь работает еще очень большая бригада которая обкатывает свои еще силы на перед универсиады и конечно же здесь многие вещи с точки зрения каких-то действий но пока нельзя ну просто знаешь мы столько с тобой были на разных соревнованиях мы видели что бывает вот здесь соревнования на полноценном нормальном уровне ну что ж возвращаемся к самой легкой весовой категории до 48 килограммов понятно что главные участники этого турнира пока еще отдыхают напомню что в лидерах у нас турчанка нурчан тайлан которая после 2 по после 2 попытки показала результат 90 килограммов и стала номером один на 8 килограммов она обходит идущую следом гений поляра из италии вот сейчас валь ты видела да как вы дрожал помост когда упала штанга весом всего лишь 87 килограмм ты хочешь сказать что будет я просто хочу сказать что может быть кто может быть лучше закрепить что будет когда вес будет 150 180 штанга не отскакивает помост дрожит но слава богу что штанга не отскакивает крупных турнирах мировых олимпийских играх такое было что штанга даже отскакивала покрытие такое это очень очень даже неприятно особенно на разминках когда такое было прям по рукам я помню что самый ужасный случай с помостом это в страсбурге да вдруг в самых легких весовых категориях чемпионат европы проходил в этом французском городе и там было огромное количество травм просто вот в каждой категории не обходилось без каких-то страшилок непосредственно помочь да вот организация и потом выяснилось что организаторы сделали помост и немножко под углом и этот помост там бы немножко так вот западал но перекос был всего четыре сантиметра но это очень но оказывается что казалось бы вот эти четыре сантиметра на пять метров расстояния какая ерунда оказывается все спортсмены настолько рассчитаны под абсолютно идеальную ровность помоста что сразу сбивалась технику и 4 сантиметра напомню тоже еще ванкувер где был спортивный зал на воде так построен и очень многие спортсмены жалуют что их паша там условно там условно был на воде конечно хотя там тоже помнишь это был чудовищный чемпионат мира квалификационный к олимпиаде 2003 года когда тоже в каждой весовой категории обязательно что-то да происходило но что там все рисковали понятно что там все выступали что это за пределы за пределами за пределами своих возможностей своих обычных результатов видно штангу в уголке и видно какие блины диски повешены красный диск это 25 килограмм зелененький 10 да и такое нововведение да можно даже я думаю что это как раз еще некий такой ориентир для судей которые в обязанности которых входит и контролировать правильные действия ассистентов кристина йову из молдавии 90 килограммов пока еще веса я бы не назвал не назвал гроссмейстерскими норчан талан будет начинать 105 ну а вот 97 собирается толкать дженни польяра свою первую попыткой конечно разные профессиональные возможности девочка наша турчаночка сколько 90 порвала да а это только 90 толкает но у нее все впереди кто знает может быть на следующем чемпионате европы будут у него другие результаты я честно говоря не готов так уверенно с тобой согласиться потому что мне кажется что это связано с школами потому как турецкая школа тяжелой атлетики это на самом деле имя и турецкой представительница турецкой школы не может быть он знает десятая на чемпионате европы такого не бывает а ты знаешь а молдавская школа я бы назвал ее такой серьезно что я все время ссср да но мне кажется что в последние годы настолько вот вот это вот безденежная какая-то безалаберность которая была в молдавской тяжелой атлетике которую мы так видели со стороны она мне кажется загубила все те такие стандарты которые были приняты еще в советское время я с тобой согласна по стране по выступлением спортсменов можно судить об отношениях спорта и об экономических нюансах страну конечно же да нет вот если вспомнить там не знаю ситуацию десятилетней давности то в близких таком уже состоянии были и спортсмены в беларуси но там эта ситуация исправилась сейчас белорусская школа вот успела все-таки собрать все то что они конечно очень сильно теряли за годы 90 потихоньку потихоньку и сейчас там а вот с другой стороны понимаешь азербайджанская школа казалось бы тоже советская школа она практически полностью разрушена тому как сейчас вот несколько приходов разных волн которые были в азербайджане они вообще потеряли бы ту историю я не знаю что происходит в азербайджане с точки зрения там детских школ но с точки зрения вот основной команды ее практически нет помнишь же помнишь был призыв русских азербайджан 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 с переездом туда главного тренера мужской сборной россии все а все то все то он по работал там потом его выгнали да а потом его выгнали сказали что все не так все плохо сейчас там новая жизнь новая власть и теперь болгарский тренер там существовал болгарский тренер поэтому сразу подтягиваются болгарские штангисты собираются по всему миру это такая знаешь модель легионеров баскетбольно-футболь вот может быть так на одном соревновании это работает но говорить уже о школе в этот момент просто бессмысленно школа я помню что низами пашаев единственный последний я якобы азербайджанский штангист ну якобы потому что он тренировался и в россии там мы увидели на наших базах да 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 вернемся к соревнованиям стефания хуан 93 килограмма вторая попытка таки мы и стефания хуан так выделяем потому что здесь тоже есть влияние петрополитаева а мне нравится девочка на интересно наступает зажигает такая обаятельная и за каждый подход удавшись и она просто радуется да но посмотри на самом деле пока у нее был ни одной ошибки 70 73 76 в рывке пусть это как бы не супер результаты пока только пятый результат в рывке на сейчас 80 83 может быть так до тройки не пошли до цены турчанки который у нас помоложе 3 подходе считали опередила итальянку было по 2 в рывке кристина йову из молдавии 92 года сейчас попытаюсь посчитать это означает что эти были на в ноябре 92 года родилась то есть если и соответственно 18 лет до совсем неправильная тех конечно очень тяжело поднять такой вес это уже третий подход ну а ты считаешь что вот здесь вопрос техники мне кажется здесь уже все вместе очень большой вопрос техники она подскочила ноги у нее шлепнула ногами на себя накинула а чем больше вес ты чем-то технически должен работать 93 килограмма мелани бордис третья попытка не смогла сожалению неудачный подход наверное даже тягу с трудом стала делать тяжелый тяжелый для нее вес и прибавляют 95 я думаю что сейчас все начнется нет еще но где-то вот сейчас вот но 95 97 второй подход спортсменка вес 95 килограмм посмотрим что не будет более удачно в этом в движении локти забинтованы специальными пластырями обезболивающим да ну мне кажется вот марзина карпинске вот эти вот ее чудовищные подходы в рывке когда она из из трех сработал только на один видно было что ее всю день как-то вот абсолютно не комфортно я вот сейчас смотрю вот в первую очередь на тех потому что сама немножечко работаю тренером и конечно понимаю что такое техника это каждый день по несколько сотни тысяч раз повторять одно и то же движение доводите до такого автоматизма четкого что потом когда спортсмен идет на большие веса вес казалось что очень легко поднимается да но сейчас в польской тяжелой атлетике происходит явная смена поколения вот даже если посмотреть у них как бы та же самая традиция осталось всегда все польские штангистки приходят болеть за любого своего выступающего будь то в группе а или в группе b вот твой ты можешь так развернуться да и так всегда у них было и что там кстати удивлена обычно когда если я выступлю выступая в 69 то я не смотрю 48 не это у них всегда и как вот агата всегда до все самые легкие всегда сидел вечно но смотри вот развернуться от выше тоже совсем другое поколение то есть нет ни да 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 нет ни агаты в роде нет ни в роде нет ни клееновская нет ни год видишь 1 хотя это конечно же еще совсем 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 традиция осталась с этим марзина карпинский который сейчас выступает который 23 года но она уже так ее можно назвать ветераном то что она выступает давно вот и считаю что это вот это сейчас было техническая ошибка или уже силы просто все уже и в голове что-то я боюсь что тут произойдет баранка конечно нет почему у нее был первый подход 93 значит первое то это был третий последний 95 на 95 она только что находила большом счет этот результат который у нее есть 77 и 93 он конечно же можно забыть результатами чтобы бороться за тройку призов на чемпионате европы мне даже кажется что по моему испанки и турчанки будут борьба за третье место нет там гений польяра итальянка потом нурдан карагос из турции который сейчас на третьем месте в рывке она же видимо тут вот парочка и будет странно почему-то за эстефанию хуан ты прямо так вот но всей душой а вот марзина карпинский тебе почему-то так и не симпатично я еще с марзина не знакома особо это девочка знаю понял но симпатия тоже значит великая вещь нравится как она выступает это нравится как наступает но вот смотри вот их осталось только трое дженни польяра нурдан каракос из турции и нурчан таиланд также из турции каждый из них имеет по три подхода во втором движении когда штангу надо толкать ну и соответственно вот вам главная борьба за тройку призов и я думаю что главная единственная интрига это дженни польяра против нурдан каракос из турции пока в рывке дженни польяра обходит на два килограмма нурдан каракос ну и посмотрим как эта борьба уже распространится на второе движение 97 первая попытка тот же такой же и опять ошибка опять ошибка первым подходом слышь как мы говорили с тобой в рывке смотри что делать нурдан каракос в этой ситуации она тоже собиралась идти на 97 нужно отыгрывать еще два килограмма cd посмотрим по собственному весу по собственному весу нурдан каракос легче чем дженни польяра то есть 2 килограмма плюс вполне есть ясно что нурдан каракос после неудачи дженни польяра нужно переносить только потому чтобы еще больше заставить нервничать свою соперницу правильно такая простая логика может быть а первый подход внешне всегда дают большой вес надо начинать с реальных весов чтоб спокойно поэтому вот смотрите она уже она уже перенесла 98 она прислана 98 чтобы заставить дженни польяра выступать друг за дружкой то есть чтобы она сейчас ведь уже две минуты считают секундомер дженни польяра каракос достаточно сделать точно такой же вес как польяра потому что она просто легче нет нет даже на килограмм проигрывает да ей достаточно сумме сделать догнать такой же вес уравнять и все по весу она может выиграть это очень обидно по весу проиграть я вспоминаю наташу заболота на олимпийских игр неприятные ощущения вес одинаковый взяли всего каких-то 50 грамм ты тяжелее дженни польяра вторая попытка 97 килограммов тот же самый вес вещь в отличие от рывка когда после смазанного первого подхода итальянские тренеры дженни польяра отправили на два килограмма больше сейчас они выпускают и на тот же самый вес на те же самые 97 правильно раскачиваем штангу раскачивает не попадает тут я могу что раскачать и попасть и даже это легко она не попадает мне раскачивает раскачивать тоже запрещено вырещено и мы даже делали замечаем но тут видно что она раскачивает кажется замечание но она не попадает немножко вперед выталкивает все слова не попадает если должна была попасть в ритм вот этого раскачиваем на раска чтобы она полетела и воткнуть плечи с она впереди у меня сбоку хорошо но в тяжелой ситуации генни польяра она близка к тому чтобы получить ноль вновь считает секундомер время дженни польяра минута 35 и последняя попытка в рывке в любом случае нурдан карагоз из турции это означает следующее либо она идет на 98 случае нулевой оценки дженни польяра либо она идет если дженни польяра фиксирует 97 ей нужно идти на 99 для того чтобы обойти итальянку и то и другое и вполне все а и 99 сразу поменял ну да карагоз смотри раз двойная перезарядка я не могу понять зачем это сделано потому что чтобы два килограмма отыграть зачем дженни польяра поменял вес чтобы время получить больше ну ты кашу него почти вот на за счет этой неразберихи как всегда бывает между заявкой в разминочном зале и пока эта информация доходит до судей фактически она получила себе еще одну минуту потому что она вышла включили секундомер она поменяла вес но и что-то выходит уже на по мосту знаю она готова но уже без такого цвет но ты по времену почему ты не очень уверена за нее в данной ситуации хотя может быть это один из тех людей чем больше тем лучше легко на грудь берет молодец борется мне все на грани фола конечно вот такие у тебя глобальные выводы уже в данный момент засчитывают и это третий подход хотя могли судьи тоже подумать кстати вот но и на повторе мы можем посмотреть раскачивала вот и выше раскачивала и но в этот раз попала как ты говоришь вот смотри на повторе и легко вот сейчас для нее вообще смотришь слышишь раскачиваем она конечно же раскачивают подседает и это ошибка надо все время чтобы плечи были наверху а она их немножко опускает на скатывается нет уже опоры куда выталкивать ну что ж посмотрим что скажет нордан карагоз после удачного подхода на 98 килограммов дженни польяра нордан карагоз начинает с веса 100 но и этого веса на 2 почему то 98 соответственно 100 нордан карагоз заявила 100 хотя предполагала идти первым подходом на 97 ну а нурчан тайлан больно это могла быть тяжелейший травм конечно я понимаю что для вас 100 килограмм это практически не тот вес но все-таки здесь 48 вообще очень приятно очень ситуация даже неизвестно но я разошла знакома страну и мне кажется что там ничего такого особо страшного нет я надеюсь судя потому что она легко ушла легко ушла просто подвихнула ногу вот нам на повторе давайте посмотрим вот так она будет уходить не показали ноги не но сейчас на предыдущем было видно но видишь она даже не обращает внимание как бы на ногу может быть мы сидим с тобой с этой стороны поэтому нам кажется что это очень страшно я увидела что действительно там нет нет такой травмы уже видно или сейчас она никак не обращает внимание на ногу то есть да я не могу сказать что она там в шоке в каком-то или да на на кураже конечно но разворачивается самая настоящая интересная борьба по крайней мере между этой юной турчанкой и итальянкой которая уже закончила свое выступление поддержим колени еще сильно перемотано но это считается плюсом же для тяжелой атлетики имеется ввиду что сильно перемотанные колени помогают нет это значит травм очка есть это значит травму вообще стараются не перематывать даже не подниму держи молодец остановись умничка я очень рада ты говоришь почему я за ним не болею болею всего свое время я я тебя просто уговорил ты так ты не собиралась но сейчас видите просто передо мной было неудобно и так только что мы видели подход нурдан карагос который вывел ее на самом деле сейчас на первое место понятно что нурчан Таиланд еще не выступала но в любом случае нурдан карагос обошла дженни поляры из италии в сумме двоеборья и вышла на итоговую вторую позицию по сейчас на первое но нурчан Таиланд своими подходами все-таки займет положенное ей первое место вот опять то же самое решение нурчан Таиланд по большому счету могла бы а значит смотри да то значит если она идет 97 а сейчас 104 третьим по третьим подходом то есть это означает что это вес очень приличный ай в данной ситуации она уже идет не за медалью а уже хочет показать свой результат я так думаю она себя так пробивает можно сказать ну да потому что никаких медальных уже интересов у нее быть не может но смотри перенесла еще не 104 105 нурдан карагос то есть все-таки хочет она зацепиться за свою великую за нурчан Таиланд попробовать хотя бы с ней поскольку в одном зале может быть они и знают силы друг друга поэтому а очень и это вот это знак классический такой жест исполнитель чан талан когда так двумя пальцами грозит залу да не не грозит не грозит эмоции радость но она всегда делается когда уже все решено посмотрите двумя пальчиками первое да потому что я думаю что ее соотечественница наверное все таки не настолько сильно чтобы догнать и обогнать на 105 и так на 105 идет нурдан каракос смотрим по собственному весу нурдан каракос кто легче каракос легче нурчан тайлан то есть если каракос вообще самая легкая в этой категории поэтому сейчас этот подход будет удачным то это лишь такой пусть не грандиозный такой но все но вызов нурчан тайлан сил конечно осталось ну молодец сумочка браво для турецкой сборной первое второе место в этой категории конечно для них это сегодня большая радость можно их поздравить турецкую команду с почином можно поздравить да здесь мне кажется вот мы присутствовали при таком робком шаге. Нурдан Каракос, когда она попробовала поспорить с великой Нурчан Таиланд, с олимпийской чемпионкой, с чемпионкой мира, обладает всех мировых рекордов, с чемпионкой Европы многократно. То есть все титулы, которые существуют, Нурчан Таиланд, они все есть. И понятно, что Нурдан Каракос всегда была... Когда она еще только-только билась за то, чтобы быть в национальной команде, Нурчан Таиланд уже тогда была суперзвездой. И тут вдруг она могла быть где-то рядом с ней, даже более того, на чемпионате Европы, быть на какое-то мгновение чуть-чуть лучше. Да и у каждого спортсмена это, наверное, нормальное явление, идти за лидером и пытаться с ним еще побороться. Ну, здесь в этой весовой категории королева сейчас гуляет по помосту. Это Нурчан Таиланд, она уже чемпионка Европы, никто ее опередить не может, но... Видите, она заявила 110 килограммов, это не рекордный вес. А ее рекорд 121 здесь. Понимаете, да, 110 сегодня нет, но 121 на Олимпиаде было. А ее, значит, для сегодняшней его опыта достаточно. Подожди, я думаю, сейчас у нее мотивация уже исчезла. Сейчас она уже первая. Сейчас она понимает, что до рекордов ей по своей готовности не дотянуться, но уже свою основную задачу, которая была поставлена перед Нурчан Таиландом, она уже выполнила. Она уже номер один и в рывке, и в толчке, и в сумме. Вот интересно, пойдет она сейчас на 110 килограммов третьей попытки или нет? Как ты думаешь, когда по большому счету ей ничего не надо? Пойдет, я думаю, что пойдет, пойдет. Ну, мне кажется, что все-таки немножечко оплошность была в движении в толчке, в груди она толкнула вперед немножко. Поэтому, так, схалявила. Поэтому. Что закончила? По-моему, все. По-моему, все. Да, думаю, что закончила, раз ремень сняла, расслабленная. Да, все уже, она прекратила. Ей было достаточно четырех, сколько? Четырех подходов для победы. Три в рывке и один в толчке. Ну, по большому счету, она все сделала первыми подходами. Она первая. То есть, ну да, она первая, она понимала. Она все сделала в рывке. В рывке. Это правильно. Да, то есть, первая попытка на 85 килограммов, идеально, кстати, рассчитанная. Так, чтобы обозначить, кто здесь номер один и с кем бороться уже бессмысленно. Вот мы смотрим результаты в толчке. Это Нурчан Тайдан первая, 105. Нурдан Каракос вторая, сутом 100 килограммов. Видите, и вот эта третья, неудавшаяся попытка на 105 для Нурдан Каракос. Это такой знак для Нурчан Тайланд, что все-таки с ней борется. Да, Дженни Пальяра на третьем месте. 98 мучительно в третьем решающем подходе. Марзена Карпински, соответственно, на четвертой позиции. Это были результаты в одном отдельном движении. Ну, а сейчас, я думаю, что мы увидим и суммарные результаты. Нурчан Тайланд первая, 195 килограммов. Нурдан Каракос 180. Генни Пальяра получает бронзовую медаль чемпионата Европы. И потом Марзена Карпински, посмотри в этой весной.